ДТП По рассказам очевидцев, КАМАЗ двигался по обочине на низкой скорости. Велосипедист же по непонятной пока причине упал и попал прямо под колеса грузовика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наезд водитель большегрузного авто сразу не заметил. Остановился лишь тогда, когда дорогу ему своей машиной перегородил один из свидетелей трагедии. Случилось это примерно в двух кварталах от места наезда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции. Личность погибшего пока не установлена. В карманах у него документов не оказалось. В сумке у погибшего был обнаружен шприц с неизвестным веществом и деньги. А в ДТП, которое произошло по улице Букиханово, скончалась 29-летняя женщина. Автомобиль марки «Тойота» двигался в северном направлении. Переехав в проспект Рыскулова, машина совершила наезд на пешехода, который стоял посреди дороги. При падении пострадавшая ударилась головой о землю и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Вот отсюда мы прошли, машину туда проехали. Вот эта линия, видите линия? На линии всегда люди ждут, машина проехать нет. Мы раз, мы ждем, вот эта машина, снимайте вот эту машину тоже. Она вот так шла, рюкзакообразная вот так шла. И до такой скорости это невозможно. Она вот так, с моей ручками вот так держались. Она вот так шаг перернула, она отлетела уже. Как говорят очевидцы случившегося, по улице «Тойота» двигалась с большой скоростью. Вот на той остановке здесь нет, здесь самое опасное движение. Вот барахолка, поворот вот этот. Сколько просим, просим. Не делают. Такое движение с этой трассой у нас здесь сделали. В день на улице Букиханово происходит по несколько ДТП. Жильцы близлежащих домов боятся выходить на улицы. Они, как и родственники погибшей, заявляют, что не оставят это дело на самотек. Люди требовали показать им виновника аварии и мешали погрузить автомобиль на эвакуатор. Полицейские же отправили водителя на прохождение медицинской экспертизы. Очевидцы успокоились только, когда им показали документы водителя и заполненный протокол по факту аварии. По данному факту заведено уголовное дело. Начато расследование. Отметим, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте. По вине водителя, превысившего скорость на Северном кольце, погиб еще один пешеход. Автомобиль марки «Ауди» двигался в северном направлении. Рядом с торговым центром «Адем» машина совершила наезд на пешехода, который, кстати, переходил дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило на несколько метров в сторону. Пострадавшему вызвали скорую, однако спасти его прибывшие на место медики не смогли. 31-летний мужчина скончался на месте происшествия. По словам водителя, он не заметил пешехода, так как было темно. Улица освещена плохо. А полицейские говорят, в районе барахолки ДТП с участием пешеходов происходит постоянно. Зачастую виновниками происшествий становятся сами пешеходы, которые переходят дорогу в неположенном месте. На Северном кольце перевернулся автомобиль ГАЗ-53. ДТП произошло на подъезде к микрорайону «Дорожник». Грузовик двигался в северном направлении, когда в него врезался автомобиль марки «Мерседес», ехавший по встречной полосе движения и решивший свернуть влево. От удара грузовое авто перевернулось, легковушку вынесло на обочину, где машина врезалась в дерево. В результате пострадали оба водителя и пассажир грузовика. После оказания первой медицинской помощи всех их госпитализировали. Сейчас их состояние стабильное, говорят медики. В результате аварии также были повреждены электростолпы, рекламный щит ближайшей АЗС. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции. В результате этой аварии пострадали 4 человека. На пересечении улиц Алтанцарина и Улукбека столкнулись два автомобиля «Тойота», которые двигались навстречу друг другу. Камри ехала в южном направлении, и не пропустив микроавтобус, водитель легковушки решил свернуть влево. От удара минивэн развернуло, а Камри вылетела на обочину. Ты приедешь на скорость ехал. Если 40 ты ехал, так и скорость не выйдет. Да хватает там 40-50. Ну ладно, хорошо, спорить я не буду там. В результате пострадали четверо из шести пассажиров легкового авто. Всех их госпитализировали в седьмую городскую клиническую больницу. Водитель «Тойоты Преви» отделался царапинами. После оказания первой медицинской помощи от госпитализации он отказался. Под утро в ДТП на проспекте Рыскулова попал автомобиль марки «Ниссан». Машина двигалась в восточном направлении. На подъезде к микрорайону от РАУ-2 водитель не справился с управлением, и машина, вылетев на обочину, врезалась в электростолб. Как видимо, водитель пострадал, однако осознав вину, он снял государственные номера с машины и скрылся. Стражи правопорядка отправили машину на штрафстоянку. По факту аварии составили административный протокол. Владельцу авто придется оплатить штраф и восстановить не только своего железного коня, но и поврежденный электростолб. Криминалисты, сняв отпечатки пальцев с рулевого колеса, авто приступили к поиску скрывшегося водителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова